по вашим письмам. У меня в руках письмо, пришедшее из города Хабаровска. Его авторы — группа товарищей Цебова, Рябова и Домбровского. Товарищи не нравятся передачи в раэд. Часто собравшись все вещи, мы гурно обсуждаем их, особенно и души. Дело в том, что товарищу Цебову нравятся блондинки, товарищу Рябову нравятся мегритянки, а товарищу Домбровскому нравятся все, но в красном. Нельзя ли прийти в консенсус? Можно. Сегодня мы предпочитаем вашу просьбу в эфире программы «Проект». Мне удалось посетить театр юного зрителя города Хабаровска, в котором, как мне стало известно, собрались самые большие специалисты своего дела. Итак, совет первый. Что делать, если ваша женщина вас не слушает, запрошу? Я бы никогда не завел. Если бы все-таки завел, она бы не слушалась. Ну, не знаю, наверное, батарею бы пристегнул ее, грудом бы морил, серной кислотой на нее лил, разрывал всячески. Ну, думаю, что надо встать на четверг и лаять, тогда она ничего не поймет, а потом она все поймет. Встань в нормальный облик, слушайте, иди встань, и все. Такое надо поменять. Вот и все. Вот все очень просто. Иначе она станет деспотом в семье, как говорят. Все. Если она не слушается или там начинает капризничать, не нужно на нее не кричать, не какие-то силовые воздействия, а просто отвернуться и дать ей понять, что ты очень недоволен ее поведением, и уйти. Мы спросили у бывалых, поверите ли вы, что мужчина, которого вы застали в спальне вашей жены, занимается перекиси от населения? Ой, как раньше я очень даже верил в вас все это делать. Но вы знаете, последующие события доставляют меня застреливаться. Если бы сам бы не поварился в этой среде, сказал бы, что можно им всем доверять. На самом деле есть такие просто, как помещить сказать, уроды. Вот. И с ними я очень хорошо знаком, с уродами. За деньги, за деньги можно подставить все, что угодно. Я уже профессионал. Да, если профессионал, то хорошо, а если не профессионал, то извините. Так же, как любят. Следующий совет. Как отклонить женщину к этому? Ну, все знают, что им дают желток. То есть они получают яйцо и лишнюю пайку масла. И вот эта вот радость для них очень нужна. Какая женщина лучше? Большая или маленькая? Так как я вообще очень человек, очень слабо подготовлен в техническом отношении, поэтому я не знаю, какая лучше. Большая или маленькая? Наверное, это и другая. Маленькая. Ну, потому что маленькая, маленькая, можно сделать то, что может сделать большая. А большую, то, что маленькая, не сделаешь. Просто маленькая, нужно несколько раз это делать. А большую, то, что маленькая, не сделаешь. Чем больше, тем лучше. Это зависит от вида работы. Если где подлечь нельзя, тогда маленькую надо брать. А если где можно подлечь, то, конечно, лучше большая. В зависимости от того, где будет дыка. Конечно, лучше маленькая. У меня товарищ просто работает в магазине, я там просто насверлился, натыкался. Мне понадобится большая. Можно всё, что хочешь. И где хочешь. Женщина – это венец творения. Поэтому женщину надо уважать, любить. То есть, если любить, конечно. И лелеять. Малая делится опыта. Как заниматься этим в первый раз? Самое главное – не ударить себя по пальцам. Потому что окружающие могут услышать много нового из ненормативной лексики. Самое главное – это надо запомнить. Вот подставляешь водичек и в несколько разочек тюк-тюк-тюк-тюк. А там, когда вошёл хорошо, уже можно его и не держать. Поэтому здоровье зависит. А это лучше, конечно, тот, кто очень-очень здоровистый, так как почти до конца гвоздик-то и держит. И всё там самом месте, где щитина растёт. Ну, если, конечно, любите, кто любит шкуру ещё чистить, то, пожалуйста, нужно шкуру чистить. Чистит шкуру с головы. Это она запомнила ещё с детства. Вот. Ну, всё, потом её в шкуру выпутушил. И нужно её истить. Можешь ли в ком ещё потом. Берёшь её за жаброй, вспарываешь брюхо. И так, шкуру с ней растаскиваешь. Самое главное – человек не стоять к ней поближе. Ну, это уж кому как бы карману минуточку подождать. Ну, и потом непосредственно приступать. Бо, шерсти, либо против. На пользу, ну, какой жена, безболезненно поставить бутылочку. Я думаю, что из нашей сегодняшней передачи будет масса нового и интересного. А в завершении – незабываемый подарок. Итак, встречайте. Стрим-крип-крип-крип-топ-шоу «Лик-без». Встречаем. Продолжение следует... 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 Помогите с фотороботом. Пожалуйста. Пожалуйста. Начали. Лицо. Глазки. Глазки должны быть у него. Как у Саши. Никитина. Правда. А умный он должен быть. Как Витя. Сори. Кто это? Не знаю. А что? Он должен быть немногословным. Я так и слышу иногда его тихие слова. Привет нам. Остальное не важно. А теперь о главном. Фамилии и имя его должны быть. Г. В. Это слово. Не то, что вы сказали. Бросьте. Г. В. Г. В. Г. Г. Да. Что нам только не приходится выслушать. Ну что ж. Мы постараемся помочь этой девушке. А сейчас у нас на связи гастроном. Гастроном. Вы нас слышите? Пожалуйста, свет в гастрономе. Да, свет в гастрономе. Свет в гастрономе дайте, пожалуйста. У нас так же многолюдно и как всегда все те же. Г. Мы вас сегодня услышим. А что, меня плохо слышно? Нет, плохо видно. Я думаю, мы справимся и очень быстро. Вот вы знаете, я вижу девушку. Она кого-то ищет. Девушка, извините. Не так быстро, девушка. 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 Не надо только смотреть. Девушка, вы кого-то ищете. Только вы не волнуйтесь. Да, я ищу у меня подруга. Я пришла, они двое, на троих. Я не понимаю, вы их... Они сказали, они придут. Не волнуйтесь, не волнуйтесь. У меня записано, фамилии записано. Ой, я... Так, так. Пилипп. Дальше неразборчиво. Годовонец. Дальше неразборчиво у вас. Там К. К. Г. Они что, в КГБ работают? Нет, нет, подруга, я... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы повреждали, подруга, я поверю. Ну, вы видите, какие бывают дурки. Счастливые встречи. У нас всё. Леля. Леля. Мы разослали фоторобот по всей стране, но никто его не узнавал. И мы опрашивали население снова и снова, снова и снова. И мы нашли его! Вот. Но мы даже выслали ему деньги, чтобы он выехал к нам на передачу. Но на эту сумму он не смог приехать. Он смог выслать только свою фотографию. Фотография в студию! Девушка! Девушка, ну как? Что вы чувствуете? Вы наконец-таки нашли своего любимого. Что вы при этом скажите? Что вы чувствуете? Вот как вот водка там чувствует. А что вы так волнуетесь? Мил, когда я еще была маленькой, мы в него. Итак, наша передача подходит к концу. Пишите нам, звоните нам. Мы всем поможем найти свой. Это я на диване с Алешкой. Это я с Олегом Николаевичем на шкафу. Ой. Это я на люстре. С Махмедом. С Махмедом. А-а-а! Это я в холодильнике. С Петюнчиком. Ой, с Аллышкой. Странно. Почему он нигде не улыбается, а? Может быть, у них кариес? Надо купить им новую зубную пасту. Подарю-ка я им блендомер. Напоминаем вам, что вы сможете первый канал общественного родительства телевизора. Передо мной письмо, пришедшее из города Хабаровска от Косулаки Сергея Михайловича. Устал. Устал от засилия поп. От засилия поп-культуры. Везде, на радио, телевидении, дома, на работе сплошной поток примитивной, неудовлетворяющей тонкий вкус и эстетические потребности культурного человека-попсы. Жажду услышать классическую оперу или хотя бы отдельную армию. Дорогой Сергей Михайлович, сегодня мы удовлетворяем самые высокоэстетические требования. Для вас встреча с опером. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok